Неинтересно, вот я сижу такой одинокий на сцене и хотел бы узнать, где мой друг Энди Клёнов? Где человек, который должен говорить? Где человек? Потеряли мальчика! Никто не видел мальчика, вес 130-150 кг. В кейсболке, в спортивном костюмчике, в трико. Маленькие, коротенькие штанишки. Давайте дружно закричим. Андрюша! Андрюша! Где же наш Андрюша? Где же наш варяг? Может ты его видел? Нет, не видел. Он даже если видел, он же не скажет, он только покажет. Барышни нарядные красивые. Вы не видели мальчика? 130 кг весов. Два метра роста, в коротеньких штанишках. Если кто увидит мальчика в бейсболочке, передайте, его ждет его дядя. Ни в коем случае не вступайте с ним в физический контакт. Его ждет дядя, его ждет папа. Его все ждут, плачут и ищут ребенка. Энди Клёнов! Энди Клёнов! Ты неужели сел на свой велосипед? Мы же без тебя никто. Ты уже уехал на своем велосипеде. Так у тебя же там всего два колеса. Друзья, Харьковский ретро-слет. Очередной, традиционный. Мы вышли из кустов, мы вышли из подходит. Мы прятались где-то там за ипподромом, где-то там на стадионе Стар. Мы засветились, показали всему миру, какие мы красивые и нарядные. Мы за это поплатились, но ничего, враги не дождутся. Посмотрите, посмотрите, какие дамы. Вот как должны выглядеть люди на ретро-слетах. Мальчик в коротеньких штанишках. Мальчик в пижамках. Посмотрите, как должны выглядеть люди, которые приходят на Харьковский ретро-слет. Смотрите, какие красивые. Можете фотографироваться. К сожалению, фото платное. Оплата господину в канатье. Итак, друзья. Ну давайте поаплодируем этим двум завещателям. Не просто двум людям, это дверь живых легенды, друзья. На самом деле он благодарен за то, что мы его нашли и вернули в семью. Да, друзья. Мы рады. Сын, сын, племянник, рады. Пока они отдуваются здесь на сцене, ваш покорный слуга раздает автографы направо и налево. Извините, что с вашей личной подписью. Ну что, октябрята, пионеры, комсомольцы, стиляги. Все, кто достал сегодня с антристорией футболки с принтом. Брюки, брюки-дудочки, короткие шортики, лосины и даже спортивки Абибас. Всем, кому по душе американский стиль жизни. Друзья, третий Харьковский ретро-слет Made in USA! Абибас открытым! Аплодисменты тем людям, которых я уже не первый год и не только в Харькове всегда рад видеть. Я называю этих людей больными, поскольку болен сам. Мы находим где-то в гаражах, мы находим где-то в сараях, за сараями, в зарослях шиповника. Мы находим то, что мы видим, что это автомобиль, мы видим, что это мотоцикл, велосипед. Все люди, находящиеся рядом, просто крутят пальцем у виска и говорят, вы больны. Так и да, мы больны. Мы находим, вдыхаем вторую жизнь, возвращаем к жизни, чтобы вы, придя на такие мероприятия, могли насладиться. А те, кто оживляют эти автомобили, могли получать удовольствие от того, что их автомобиль просто вот красивый. Вот он едет, вот он участвует во всем этом. Событие, которое впервые проводится в нашем городе в рамках Харьковского ретро-слета. Событие масштабное, событие с привлечением специально приглашенных звезд, специально приглашенных гостей, special guest stars, конкурс, костюм эпохи. Давайте поаплодируем. Я буквально несколько слов скажу о том, что это вообще такое. Как считают организаторы, это достойное продолжение так называемого concours d'éligence. Именно так состязанием в утонченности называли французские аристократы свои конкурсы экипажей. И если в 18 веке они выбирали самую красивую и элегантную карету, то в 20 веке традиция перенеслась на автомобили. В concours d'éligence владельцы машин стремятся показать свои автомобили в самом лучшем, безупречном виде, как будто машина, которая уже много лет только что сошла с конвейера. Таких машин у нас сегодня здесь более чем предостаточно. Но мы решили пойти дальше, друзья. Мы решили, что безупречно должны быть не только машины, но и их владельцы. Вместе с каждым участником мы перенесемся в тот год, когда их автомобиль впервые выехал на дорогу. 40-е, 60-е, 70-е, 80-е, а может быть даже 20-е годы. Для самых молодых не 2020-е, а 1920-е. Участники на своих автомобилях из конкретной эпохи и в костюмах из той же самой эпохи выйдут прямо вот на эту сцену и совершенно безопасно для зрителей. И тот, чей образ костюм плюс автомобиль будет самым безупречным и выиграет сегодня конкурс костюм эпохи. Ну а оценивать участников будут лучшие знатоки стиля, которых мы смогли найти в нашем городе. Итак, друзья, с удовольствием представляю нашу уважаемую жюри, жюри конкурса «Костюм эпохи». Известнейший харьковский фэшн-дизайнер, модельер, стилист, автор и владелец торговой марки Константин Пономарев. Первый украинский дизайнер, чей показ на канале Fashion TV был отметен титром «Юкрейн». Он одевал участник конкурса «Королева Харькова» и «Мисс Мира». Занимается дизайном и разработкой меховых изделий, одна из которых, First Major, стала самой дорогой коллекцией в истории украинской моды. Кстати, друзья, гораздо дороже, чем спецэффекты для фильма «Трансформеры. Часть восьмая». Да-да-да, я, кстати, сейчас абсолютно не шучу. Создал более трехсот авторских эскизов шуб из натурального меха. Коренной харьковчанин. Один из самых стильных людей не только нашего города, но и Old World. Константин Пономарев. Теоретик моды, фэшн-консультант, стилист, дизайнер, автор статьи и лекций в области теории моды, стиля и субкультур. Работает с артистами, музыкантами, публичными персонами. Создает художественные образы и персональный стиль. Основатель проекта Ukrainian Fashion Education Group. Автор образовательной программы Junior Fashion School. Марина Лосева. Друзья, встречайте. Дизайнер, сооснователь всемирно известной арт-студии Bob Bassett. Повелитель масок и мастер работы с кожей. За почти 30 лет деятельности работы студии появлялись в Париже, Милане, Гонконге, Сеуле, Токио, Лондоне, Нью-Йорке, Донецке, Львове, Киеве и так далее. Несколько дней назад впервые в нашем родном городе была специальная презентация. Ну а маски Bob Bassett носят участники групп Slipknot, Korn, Tantric. Они появляются в видео. Металлики и Аврил Лавин. Маски Bob Bassett стали частью мужской коллекции Осень-Зима от Givenchy. Сюард Судия изготовила более тысячи масок. Большинство из них сегодня находятся в частных коллекциях по всему миру. Реальные вещи нереальных миров руками. Сергей Петров и его команда. И, друзья, еще один член нашего уважаемого жюри владелица салона красоты. Haircoat by Paul Mitchell. Стилист, имидж-консультант. Своим искусством овладевала в нескольких странах, в том числе в Италии, в замечательном городе Милан. Стилист, имидж-консультант. Анна Коваренко. Жюри готовы? Средители готовы? Техно-романтики готовы? Отлично. Ну что ж, друзья, костюм эпохи. Мы начинаем, но прежде чем появятся наши участники. Ladies and gentlemen, встречайте на сцене второго Харьковского ретро-следа. Я помогу. Я должен это сделать. Я должен приоткрыть дверь пока. Мистер Тексис. По-прежнему молода, свежа, энергична. Богиня на все времена. Мэри Монроу. Специально приглашенная звезда конкурса «Костюм эпохи». Давайте поприветствуем звезду аплодисментов. Восиплодичный парень записывает... Я так понимаю, вы записываете параметры или... Или хотите задать несколько вопросов у нашей звезда? А, все потом. Автограф-сиссия. Все потом, все потом. У него очень мало времени. Ваши аплодисменты. Мэри Монроу. Дамы и господа, приветствуйте. Первый участник... ...конкурса «Костюм эпохи». Это не эта красивая девушка, хотя... Хотя, в общем, ее костюм мне что-то напоминает. Такое случалось редко. Или, точнее сказать, никогда. Чтобы служебный автомобиль министра службы безопасности Германской демократической республики Эриха Мильке использовался не в служебных целях. Но сегодняшний день – исключение. И все ради встречи двух эпох – раскованных 70-х и продвинутых двухтысячных. Но время, как всегда, ограничено. И служебный лимузин «Вольво 264 ТЕ» 1976 года выпуска должен вовремя вернуться в штабной гон-гараж. Ваши аплодисменты, участники под номером один. Знаете, друзья, вот что меня больше всего поразило, так это абсолютно каменное лицо водителя. Такое впечатление, что у него эмоций нет вообще. Вот она, служба безопасности ГДР. Друзья, встречайте, участник под номером два. Это автомобиль «Зим Фаэтон». Их выпущено всего два экземпляра. Ну а еще до начала серийного производства «Зим» в 1949 году были изготовлены два экспериментальных образца с открытым кузовом «Фаэтон». Перекликаясь по внешности в целом ряду американских моделей сегмента «Файн Кар», «Зим» не был копией какого-либо конкретного иностранного автомобиля. Элиотный автомобиль использовался не только в высокопоставленной бюрократии, но и видными работниками промышленности, культуры, науки и искусства. Кроме того, «Зим» — это единственная модель такого класса, ставшая товаром народного потребления. Цена в открытой продаже — 40 тысяч рублей, что в два с половиной раза дороже победы. Это делало машину менее доступной для потребителя. Но мы же ударники труда, да? Ударники торгового труда. Заслуженные работники торговли начала 50-х годов, в чём свидетельствуют их скромные костюмы и их скромнющий автомобиль, которых, я напоминаю, всего два. Причём, где второй? Второй не сохранился, кстати. Второй, видимо, пошёл на запчасти для первого. Дорога находятся в нашем прекрасном городе по пути с юга, эти замечательные ребята. Ну и заодно решили немного пополнить запасы продовольствия. Запасы продовольствия. И хотели бы культурно провести отпуск за честные и тяжело заработанные деньги, а также восстановить своё здоровье, подорванное, тяжёлой, нервной, а порой, я так понимаю, ещё и достаточно опасной работой. А в это время, в 1949 году, 2 февраля, был выпущен первый виниловый диск с количеством оборотов 45 вместо прежних 78. 14 апреля приказа Министерства путей сообщения СССР создано Управление по строительству метрополитена в Киеве, Киев Метрострой. 11 мая состоялось первое коммерческое появление полароида. Я так понимаю, что первый полароид, судя по наличности, будет. Очень скоро будет. Появляются пластмассовые кубики Лего. 22 декабря запущен троллейбус Запорожья. А также в 1949 году родились Валерий Леонтьев, Алла Бугачёва, Александр Панкрадов-Чёрный и Любовь Плещук. И автомобиль Симфоедон. Ваши аплодисменты, участники под номером 2. Если у жюри есть какие-то вопросы к работникам тяжёлого умственного торгового труда... Сергей, вы... Раз-раз, всё работает. Константин, у вас есть вопрос. Так, ребята, вы слишком современные. Подтяните, пожалуйста, штаны почти до груди. Тогда это всё носили очень высоко. У мужчины талия начиналась прямо под сосками. Спасибо. Пошли наращивать талию на тяжело заработанные деньги. Ваши аплодисменты, друзья! Спасибо! И встречайте! Участник под номером... Что там у тебя написано? Номер 3! Номер 3! Автомобиль ИЖ. 21-25. Комби 1976 года выпуска. В 70-е годы, друзья! Поднимите руки! Кто помнит, что вообще происходило в 70-е? Да, было... Я просто немножко, друзья, окуну вас в эту атмосферу. Итак, 70-е годы. Дефицит практически на всё. Помимо автомобилей, дефицитом была ещё и туалетная бумага. Молодой лейтенант Александр. Вы его можете определить по характерному клещ этому головному убору. За отличную службу в ракетных войсках. Был награждён талоном на приобретение автомобиля. И в 1976 году в Забайкалье, в городе Чита, был приобретён вот этот самый автомобиль. За 41 год своей жизни Ижок, как они любовно его называют, никогда не подводил своего хозяина. Проехал с семьёй офицера по всем местам его отличной боевой ракетной славы. Регистрировался, меняя номера в городах Читы, в городах Москва, Иваново, Калининград, Ригов. В 91-м году семья уже полковника Александра. То есть, Александр рос, а автомобиль, в общем-то, не менялся. Вернулся в наш город и на своём Вирном Иже. И до сих пор продолжает ездить по улице нашего города. Теперь же машиной занимается внук владельца Максим, который совсем недавно вступил в ряды пионерской организации имени Володи Ульянова. Он фанат всего, что связано с автомобилями, посетил все ретро-слёты и в этом году стал активным инициатором участия в сегодняшнем мероприятии. Собирается на этой машине принять участие во всех последующих ретро-слёдах нашего города и привлечь к этому даже своих будущих детей. Аплодисменты, друзья! Участники по номерам три. Если у нашего уважаемого жюри есть какие-то вопросы, пожелания, просьбы... Платье для помеха. Платье для помеха. Огромное спасибо девушке, которая воссоздала платье Алисы Фрейнлих из служебного романа. Промахнулись с собой её немножко. Как сказала Маша, это не я. Пан Амарёв, давай потом все комментарии. В то время тоже были такие босоножки, просто была тоньше шпилечка немножечко просто. Боком. Спасибо. Ваши аплодисменты! И шкомби семидесятые. Вопреки всем законам жанра, у нас сейчас номер четыре. И мы переносимся, друзья, в далёкие двадцатые-тридцатые годы. Завод Фиат. Маски какой. Переживает ряд крупных забастовок, что критично сказывается на экономике завода. В 1932 году автомобиль под названием Фиат типа Болила появляется с конвейера Фиата, которого положительно принимает зарубежная публика и даже потребители. Но не потребители из-за высокой цены автомобиля. В 1935 году Муссолини собирает технические советы, даёт техническое задание, основной задачей которого стало создать автомобиль, который по своей цене будет доступен всем слоям населения. Ну и конкурс выиграл, как ни странно, авиаконструктор, который до этого никогда не застрелил автомобили, а только самолёты. В 1936 году весь мир увидел автомобиль Фиат 500. Покупателям он очень понравился, и они дали ему нежное прозвище Тополино, что в переводе... Константин, вы же были в Милане? Да, говорите. Тополино в переводе с итальянского, что значит? Что я говорю испаньон, но итальянно. Но итальянно. Ну, друзья, а Марина, вы были в Милане, да? Да. А что значит Тополино? Мышонок? Может быть, что-то народное от пополи. Тополио. Вот парень в камуфляже затерялся среди травы и сказал слово «мышонок». Это действительно так? Фиат-мышонок. Вот он, друзья. Вашему вниманию представлен яркий экспонат правления Муссолини. Благодаря его цене и уникальному внешнему виду, появился в гаражах не только рабочего класса, но и в гаражах высокопоставленных итальянцев. И как результат, этот автомобиль-долгожитель выпускался с 1936 по 1955. Было бы вывышено свыше полумиллиона экспонатов. Фиат-то Полино! Ваши аплодисменты, друзья. Грация, сеньоры, грация. Если у жюри есть какие-то вопросы на понятном, большему количеству, чем эти двое языки, все понятно. Участники под номером 4, ваши аплодисменты. Дамы и господа, участник под номером 5, Шевроле Камару! Год 1989! Как говорит сам владелец этого авто, Вячеслав, с детства, меня улег мир американских автомобилей, их мощь, роскошь и совершенство. Мой отец привел любовь к автомобилям, и научил разбираться во всех технических вопросах. В 1989 году я проходил службу в армии и только мечтал о Камару. В то время, в то время, этот автомобиль только сходил с конвейера General Motors. И я, так понимаю, ехал к вам, Вячеслав, да? Машина моя, как бы, уже вышла с конвейера. Я, как бы, знал, что она будет у меня. Какое шестое чувство подсказало вам, что это именно ваш автомобиль? Какая-то интуиция. Какая-то интуиция. Друзья, прямиком из Техаса! Texas B.A.X. 0274! Осуществилась мечта... В каком, кстати, звании вы закончили военную службу? Сержант. Простой сержант, друзья! Стал владельцем вот этого шикарного... Chevrolet Camaro! Вопросы жюри, традиционно. Константин, судя по тому, что вы так... Вы на кого так смотрите? На автомобиль или на Вячеслава? Я на девушку. А, извините, я загораживаю вам эту красоту. А юбка должна быть короче. Значительно короче. Вот надо было все-таки супруга тогда послушать, да? Да, да. Говорил же, и вы говорили, надо было короче. Решила... Ну, это скромный техасский вариант, понимаете? Техас уже... Это же не только, ну и вот такие скромные девушки. Аплодисменты! Chevrolet Camaro! 89-й год! Техас! Давайте поддержим аплодисментами. И еще раз облодисменты. Константин, а эта девушка вам нравится? Которая сейчас выносит номер... Номер 6. С длиной... Юбки, я так понимаю, с длиной шорт у нее все хорошо. Ну, а мы переносимся в 1973 год. Время в целом, друзья, довольно милое. Люди ходят на демонстрации, вансоврания, принимают соцобязательства, отдыхают на югах. На мужчинах уже появляются джинсы, но женщины пока еще в платьях, зато очень разнообразных. Многие граждане пересаживаются на новенькие жигули, или осваивают обновленные модели москвичей. Те, кто же мог позволить себе мотоцикл, упорно продолжают копить на запорожец. В этом же году продолжается активный выпуск все еще новой модели. Новой модели ГАЗ-24 Волга. Есть зажигалка у кого-нибудь? Дайте, пожалуйста, дайте джентльмена зажигалку. Да, все. Одному человеку мало было просто насобирать 12 тысяч 500 рублей. 73-й год. 12 тысяч 500 рублей. Именно столько нужно было, чтобы купить Волгу. Мало того, нужно было выстоять многолетнюю очередь, записаться в которую можно было, только получив одобрение чиновников на уровне обкома. Вполне открыто Волгу можно свободно приобрести в магазинах «Березка», но не за рубли, а заработанные во время загранкомандировок чеки внешпосыл торга. Был еще один способ осуществить мечту – это выиграть Волгу в лотерею. Но такие случаи бывали или практически не бывали. Так кто же, друзья, перед нами? Ударник соцтруда? Артистер больших и малых театров или заслуженный мастер спорта? Это всего-навсего обычный заведующий складом нашего с вами родного универмага Харьков. Через руки которого проходят сотни тысяч различных товаров в год, в том числе и дефицитных, совесть которого позволяет придерживать особенно приглянувшиеся наименования для себя либо для граждан налево, более зажиточным. И вот, скопив состояние, наш герой сумел с помощью своих связей обменять по спекулятивному курсу рубли на заветные щеки, по которым и был приобретен автомобиль в магазине «Березка». Естественно, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности может поинтересоваться о законности такого приобретения, но это уже совсем другая история, о которой вы сможете услышать в программе «Следствие Велики». 1973 год. Мы смотрим на счастливого, модно одетого парня, рассекающего по волнам проспектов нашего города на своем большом сером корабле. Ваши аплодисменты! Сергей, вы хотите спросить что-то у нашего уважаемого работника? Не, я могу дать просто одно небольшое замечание, то есть это как бы, если из моей уже, как это, парафии, да, говорить о кожаных изделиях, пояса и пряжки, пояс шире, пряжка больше должна быть. Если вы позволили себе такие брюки, Константин, надеюсь, не даст мне соврать, да, то есть там дальше предполагалась более яркая пряжка. Аплодисменты! Это скромный вариант специально для проверяющих особых ОСС, понимаете? Если вдруг там бляха размером с колесо, то да. А тут скромненький парень. Ну что, скромненький парень, бери свой веб, усаживайся в Волгу и уступай место следующему участнику конкурса «Костюм эпохи». Аплодисменты! Участник со счастливым номером «Синь» Встречайте! Альпина 612-50 Год выпуска 1987-й Мощность двигателя 400 лошадиных сил Максимальная скорость 302 км в час Это был самый быстрый серийный седан бизнес-класса в мире и самый технологичный на 1987-й год Кожаный салон, четырехзонный климат-контроль Бар с холодильником и бронированный кузов Ставили на вершину автомобиля строения этот экземпляр Если в конце 80-х и начале 90-х К вам подъехал этот автомобиль И вы не знали, кто за рулем То это вызывало у вас Скорее всего, панику Если вы были бизнесменом или коммерсантом того времени Так как этот автомобиль облюбовали очень влиятельные ребята Это в симпатичных штанах Adidas С маленькой такой игрушечкой Я сейчас не про девушку А про вот это вот изделие Ижевского завода БМВ-легенда В автомобилестроении И в соответствующих кругах Чутких ребят в спортивных костюмах И кожаных салонах По сегодняшней день этот автомобиль вызывает Требет и волнение у людей Которые помнят Помнят лихие времена Этот замечательный Красивый Альпина 612 П-12 Альпина П-12, друзья Аплодисменты Сергей, вопрос по кожаному салону Можете подойти, посмотреть Пощупать даже Это специальная вариация торпеды Чтобы если попадает ракета Она вот так вот отскакивала Ваши аплодисменты, друзья Посмотрели на четырехколесную технику А теперь, друзья Участник под номером 8 Влетает сюда на своих двух колесах Ему зовут Сергей Ииии У Сергея У Сергея под Под горной Мотоцикл ИЖ 1952 года ИЖ 49 Ну и немножечко Немножечко Теперь информация Информация Сергей увидел кожу Сергей достал телефон Сразу Кстати Я так Вот Это оригинальная штучка Все родное Все дедушкино Так написано в описании Курточка дедушкино Тоже 52-53 год Как подарок получил Когда с армии Вернулся на девять Курточка галифе Головной убор Тоже нашел в дедушкином шкафу Когда в 12-м году Разбирали дом И все хорошо подходит под мотоцикл Считаю, очень органично Мне нравится Ваши аплодисменты, друзья Этот образ закрепился еще с Харс 2015 И до сих пор активно эксплуатируется Сергеем здесь на Харьковском ретро-слете ИЖ 49 1952 год Аплодисменты Если Есть вопросы уже Вот девушка, кстати Джетельмены уже задавали вопросы Девушки Аня, Марина Пока все нравится Сложно? Сложно выбирать, да? Нет? Не сложно? Вы уже определились с фаворитом? Нет А мы встречаем, друзья, участника под номером 9 Перед вами Белогонщик 70-х годов В 70-е годы Очень сложно Было не узнать симпатичных парней на двух колесах Если они не учились в спортивных школах 1962 год Харьковский велосипедный завод Изготавливает велосипед-чемпион На котором, кстати, тренировались перед полетом в космос Советские космонавты В числе которых была и первая женщина-космонавт Валентина Перешкова 1962 год Велосипеды эксплуатировались долго И вот этот экземпляр дожил и до нашего До нашего харьковского района слёта Made in USA Ваши аплодисменты! Участник под номером 9! Если на подиум появляется красивая девушка под номером С номером 10 То, соответственно, сейчас должно произойти что-то Что-то очень и очень невероятное Дамы и господа Этого парня зовут Махмуд Абу Он приехал из Объединенных Арабских Эмиратов Показать свой чудесный эксклюзивный автомобиль Он не только приехал на слёт Но и хочет найти очередную 115-ю жену В свой гарем С целью дальнейшей эксплуатации Так записано в анкете Мужская сила ещё присутствует Корень женщины помогает С уважением Вахмуд Абу А про машину можно ужать? Автомобиль Победа М20 оттюнингован в стиле ретро Возраст 54-го года Так как у меня много женщин, много жён Я специально для них сделал маленькую сзади косметичку А можно пару слов по поводу наряда? Почему вот Победа, почему вдруг Арафатка, а где вообще Бурнус, в котором положено ходить? Ну, короче, немножко о стиле, несколько слов Дело в том, что автомобиль вот именно такой нарядный, красивый, в кабриолете Я считаю, что на таких автомобилях должны только ездить арабские шейки Что за любовь к арабским шейхам? Или это связано с возможностью иметь гарем? Возможно Ваши аплодисменты, друзья Много жён, много автомобилей Каждый по автомобилю, каждый по косметичке Арабские шейхи, они вообще достаточно уникальные люди Автомобили со всего мира В кроватном количестве Ну, а что касается внешнего вида Парень просто, видимо, хотел слиться с окружающей средой Ну, хотя бы чуть-чуть Аплодисменты Участник по номерам 11 На сцене Харьковского района Расслёта Мэйден Ювешей В то время как высшие чиновники страны ездят на чайках Скромный председатель колхоза ездит на командирском ГАЗ-69А Теперь у меня вопрос Да простит меня, уважаемые жюри Но Бухкопа Колхозные работники В 1967 году Обувались в обувь легендарного Тогда ещё не появившегося американского бренда Ну, что у нас на решётке вон, вот здесь сёра машина Ну, всем добрый день Чому в нас такие кроссовки? В нас дядьку поехал в Югославию И нам привёз А мы за это Две тонны кукурузы Да А чого же вам дядьку привёз жёночие штаны? Ну, криза, ничего не было Хочи какие джинсы были Идти взяну Не, хлопцы, в ту эпоху Это жёночие штаны Выбачайте Дякую, дякую Дядька просто первый раз был в Югославии Первый раз увидел штаны Он не понимал, что это могут быть Могут быть теоретические женские Все штаны из грубой ткани В 1967 году Автоматически считались мужскими Тем более в условиях, я так понимаю Сельской местности И суровых степных реалий Аплодисменты! Теперь, кстати, Марина, запишите Если будете писать очередную книгу по истории моды Запишите, что вот тот самый легендарный американский бренд На самом деле появился в Югославии в 60-е Кто бы там что ни говорил Участник под номером 12 Встречайте! И теперь, господи и господи Стивен Спилберг презент Фильм Сейв Прайвэть Райан 1942 год В то время, как американцы тщетно спасают рядового Райана Военный мотоцикл Харли Дэвидсон Стоит на вооружении армии США, Канады и ряда других стран А также поставлялся в Советский Союз по Ленд-Лизу Американский пехотинец периода Второй мировой войны Мистер Райан собственной персоной Спасенный, живой, целый, на своем легендарном Харлее Ваши аплодисменты, друзья! Это тот самый Томпсон Это тот самый легендарный Томпсон, друзья Стоявший на вооружении с... 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 Седьмого года Ваши аплодисменты! Участие по номерам 12! У жюри все-таки нашло какой-то изъят! Правильно же мы поняли, да, что все оригинал, кроме ботинок Что это полная реконструкция у вас А это вы, ну, как бы, хранили, да, это у вас было Или это где-то сейчас находили? И как-то находилась форма... И форма какого года производства? Ээээ... На 44-й год А, да, смешно, спасибо! Сумка сзади тоже, в тех времен, да? Новая? Да, как там и была, просто мы обратили внимание Ага Вся кожа новая Вся кожа новая Да, уже ему 75 лет А кожу вы покупали или тоже реконструировали уже на заказ по вашим эскизам? Покупали Спасибо большое Сергей, кожу проверить на прочность Да так, на глаз Вот, что значит профессиональный подход? Любую кожу с расстояния 30-40 метров на глаз спокойно Ваши аплодисменты нашему уважаемому жюри Сергей, спасибо Друзья, еще одна легенда Еще одна легенда, произведенная в нашей родной стране ЗАЗ-968М Потрясающая машинка Предмет вожделения всех, кто хотел иметь автомобиль Автомобиль на самом деле потрясающий В нем было жарко летом Холодной зимой Но это не останавливало владельцев И вот это, кстати, пара Это парадная форма Это парадно-воездная Это парадно-воездная форма Владельца этого симпатичного Запорожца У меня вопрос Какого года? 90-е А, это 90-е год То есть, в принципе, вы могли бы не говорить Потому что и форма автомобиля, и содержание его Это как бы, это вне времени, наверное Это на все времена Водитель Запорожца Именно таким он, в общем-то Ну, нашему жюри точно представляется Как, в общем-то, и половине-половине пришедших сегодня здесь На Харьковской районе Ростова Аплодисментами будем провожать Друзья, ну и завершает Конкурс костюма эпохи Проезд вот этого замечательного автомобиля Дамы и господа На сцене команда «Гараж» Дяди Фары Они к вам прибыли на автомобили Тур-20М С 1972 года Тур-20М был очень популярным модным автомобилем в Европе В начале 70-х годов Водитель Известнейший одесский фарцовщик Дядя Фара Его спутница работает секретарши в одесском пароходстве Они известные прожигатели жизни Любители всего модного заграничного и путешествий Типующие модники Эмеломаны Знакомые морячки из загранки привозят им им парные вещички Пласты, шузы и многое другое Ну а дядя Фара со своей кирлы Успешно снабжает дефицитом в Болотесе И прилегающей городке Джмеринки И до самого Пердичева И это таки правда Гараж, дяди Фары, ваши аплодисменты Если у нашего уважаемого жюри есть вопросы Здравствуйте, дядя Фара, дорогой Вообще послушай, то что ты расстался с частями своих бакенбард ради этого Ну поверь мне, мы это заценим А вообще, ребята, слушайте, шузы, цепи Ну вы аутентичные, вы молодцы Вот отдельная благодарность за внимание к деталям Потому что мы сидим и мы придирчивые Несмотря на то, что вы любители Мы профессионально вас судим И отдельная благодарность за такой подход к деталям Правда, умнички Очки, цвет брюк, вот пластик, эти цепочки крупные Все цвет, умнички Это пластинка То есть вы историю создали И вписались в нее И вот, да, молодцы Детали, они очень важны Ну, по-моему Мы же еще днем, камон Ваши аплодисменты, друзья Ну что ж Прошадные аплодисменты Я прошу прощения Уважаемые жюри Мы правила такие знаем Мы правила знаем Мы правила знаем И нам надо отблагодарить Это только благодарность Все только благодарность А там Это не должно повлиять на ваше решение Но Надеюсь, решение будет положительным Это не должно повлиять И несколько тысяч зрителей в качестве свидетелей Участники конкурса Да, подымайтесь Подымайтесь, пожалуйста К нам на сцену Мы хотим вас Мы хотим вас просто сейчас Лицезреть Без ваших Без ваших транспортных средств Я так понимаю Что юбка у Американ Герл Боли Шероли Камаро Стала чуть-чуть Чуть-чуть короче За это время Итак, друзья Итак, друзья Вот они Вот они Участники Вот они Замечательные Красивые Можете их сфотографировать Давайте им просто поаплодируем сейчас Участники конкурса Красивые боги Слушайте, так красиво Правда, очень здорово Ну, а наше срубое жюри Уже готово, я так понимаю Высказать Высказать свое мнение Ваши аплодисменты Председателю Нашему уважаемому жюри Беликому человеку Константин Бонорев Ну, это Цеперепиншиня Я не председатель Я совершенно равноправный Мозг нашего жюри Сережа, иди сюда Потому что На самом деле У нас разделились мнения Как бы у девочек будет Мнение свое Они его выскажут Но мы задавили массы Поэтому мы решение приняли Но я считаю, что рядом со мной Должен стоять этот великий человек Потому что барышень Я же говорю, у них свой текст Итак Мы Да, поэтому Мы решили не делать акцентов На всех неточностях Всех недочетах Потому что Мы сегодня столкнулись С ситуацией уникальной Мы вынуждены оценивать конкурс Которым Есть место И стилизациям И реконструкциям И все это очень по-разному Поэтому Как бы Ну и решение у нас Довольно сумбурное Первая часть Этого сумбурного решения Состоит в том Что Безусловно Лучшего сегодня Безусловно Лучшего Дядю Фару Это то, что встретили Гораздо большего Шквалного аплодисмента Дядю Фару Его прекрасную Вику Как абсолютно лучших Но как Организаторов Сегодняшнего шоу Мы выносим за скоб Поэтому Ребята, простите Вы уйдете С несолоным хлебалом Но вы лучшие Я не переору музыку, кстати Так, теперь Все-таки Несколько слов о недочетах Да? Обувь Это вещь очень важная Прическа Это вещь очень важная В 80-е годы Это у женщин Были вот такие Вот волнообразные Начесы Задутые лаком Как вы могли Об этом забыть Автомат Это хорошо Но к треникам Нужны были туфли Не кроссовки А именно туфли Ну Хотя бы были отличные Зря Зачем вы слушаете Кого попало? Так не надо вроде Надо квалифицированным Это вас не изменяет Мы тоже, кстати Первый раз Ты второй раз? Нет Ты первый Дальше Вы знаете Кальсоны И треники Это разные вещи Это не одно и то же Вы были совершенно шикарны Вас подвела обувь Пиджак И очки Все О плохом больше не будем Итак После долгих дебатов С барышнями Хотя по-моему Вы бы не были против Первое место у нас Обназначено Мы назначили первое, второе и третье место Мы начнем с третьего? Да Мы наверное начнем с третьего Мерилен Вы сказали да Вместо yes Так Третье место За легенду За туалетную бумагу За стилизация платья Алисы Фрейдлих Мы отдали Москве 70-х Это был Третий Это был третий выезд Это был Ишкомби Ребята, это вы Это заслуженное Третье место Ваши аплодисменты, друзья Парень Парень будет показывать Всем не кубок А вот этот вот Симпатичный отпечаток Который Который стоит По-прежнему Стоит миллионы Заслуженное Третье место Заслуженная Бронза Юноша обалдела Поцелуя Мерилен Монро Он в легком Нагдауне Просто сейчас Так Второе место Ребята Ну Хотя Сережа Ну Безусловно Справедливо Обозначил Некоторые вещи Которые его не устроили Но Мы все-таки Решили Что второе место Мы отдаем Совершенно блестящей Реконструкции Мало того Американской Реконструкции Учитывая Что сегодня Все-таки День Американского Автопрома Поэтому Второе место Ваше Двенадцатый Выезд Военный мотоцикл Американская армия Ваш роскошный Автомат Но Водинки Вы можете Подобрать Что-то Парень Сейчас стал Круче Чем Джон Кеннеди Просто Хотя Потому Что Живой На полном Восход Надо Пристрелить В Далласе Не надо Мы вам верим Ну и Наконец И Наконец Ну вы Поняли Что Мы В принципе Первое место Отдали Дяде Фаре Ну Так Архетипически То есть Первый Дядя Фара И Вика Потом Долго Никого Нет Потом Кирпичная Стена А за Кирпичной Стеной Сидит Тот Человек Которого Мы отдали Ну Реальное Первое Место Но Учитывая Что Там Столько Всего Твоего Может Твой Текст Глядя На На Этот Образ У нас Ни у кого Не возникло Сомнения Что Это Именно Тот Самый 51 Там 49 53 Год Ни у кого Не возникло Даже Каких-то Привеканий По этому Поводу Все Сказали Что Одна Моя Один Мой Совет Найдите Норковый Жир Качественный Да И Обработайте Обувь И Куртку Этим Самым Норковым Жиром Это Позволит Придать Неизношенность Этим Вещам Да То есть Некоторую Именно Использованность И красоту Которую Вы будете Использовать И да И безусловно Очки Очки Да Такие Очки Тоже Возможны В этой Историей Вариант Кстати Первое место Господа Ваши аплодисменты Друзья Интересно что ему Шепнула на ушко Мэрилин Вот Сейчас меня этот вопрос Заботит Ну и наконец Последнее А Мы должны дать Жир слов Девочкам Девочкам Дело в том что Вот сейчас Мы хотим Передать Микрофоны Барышням Потому что Есть пункт По которому Мы не зашли У них У них говорят На выборах Окрема Думка И вот Им надо Ее артикулировать Ваши аплодисменты Марина Лосева Во первых Хочу сказать Огромнейшее Спасибо всем Участникам Вы знаете Мы с Константином Уже наверное лет 10 Сидим в разной Жирине Меньше Ну Судим конкурсы И Рискну предположить Что это впервые Мы Судим не профессионалов А любителей С очень важными Критериями Очень строго Подходим То есть Это очень важный момент Что Люди которые Действительно Занимаются другими вещами В жизни Не стилистикой И фэшеном Настолько круто Настолько качественно Подошли к тому Что они делают Что мы действительно У нас был профессиональный дебат И После того Как закончится конкурс Конечно же Есть повод Строить систему критериев Настолько интересный Конкурс Что под нее Интересно строить Систему критериев Уже есть повод Об этом поговорить Так вот Наш основной дебат был И То что я хотела Обратить внимание То что мы с Аней Очень с мальчиками Дебатировали Это Если я сейчас Бузим Файтон Правильно я сказала Потому что нам Очень понравились Ваши костюмы Очень понравилось То насколько Вы тоже подошли К своей работе Но мальчики Нас победили И в этом смысле Был один профессиональный Аргумент Против которого Против которого Нам нечем было Так сказать Крыть Это то что вы были Оба в одинаковых костюмах Это очень важный момент Действительно А так Спасибо вам большое И в принципе Прекрасно Все Автомобили Детали История И воротнички Обувь Вы подошли К ваш Это очень важно Вы проигнорировали очки Константин очень прав По поводу высоты Брюк Вспомните Мастеры Маргарита Как этот зам Сучлит Как он ходил Вот здесь Эти брюки Это очень важный момент Так что Спасибо вам огромное Вот собственно Вот этот очень важный момент Жаль что Три места А не четыре Если бы было четыре Четвертое было бы Однозначно вашим Спасибо вам огромное Вы их целовать будете? Конечно Анечка сейчас Да Ко мне тоже А четвертое же есть У нас У нас же есть При зрительских симпатий Мариночка У нас же есть Четвертое место Но зрительское симпатий Марина Их было двое Да Может вы действительно Если при зрительских симпатий Так сложится Жизнь Что будет Этих ребят Я буду очень рада Не на сайте Ну а в принципе И ЦАП ТУЮ Как говорят Все зависит от того Как говорят людей Все Поддержите Спасибо вам большое Мы отработаем Спасибо Спасибо Вы сделали Правильно На все В 100% Ваши аплодисменты Друзья Сергей Петров Константин Половарев Анна Коваленко Марина Лосева Замечательные люди Кариковщане Спасибо огромное Но это еще не все Участники Это еще не все Четвертое место Приз Да Не ошалели От радости Это еще не все Подарки на этом И заканчиваются Я напомню друзья Что Партнером Харьковского Ред Расслета Является Замечательная компания Которая Продает лучшие Аккумуляторы По лучшим ценам Компания Лихолет Комюэй Я с удовольствием Глашаю Роман Лихолет Собственной персоны На этой сцене Дамы и господа Встречайте Роман Лихолет Лихолет Комюэй Добрый Вот Есть все Работает Скажите пожалуйста Роман Ну я так понимаю Что Судя по тому Что эти Знаете как Ружье должно выстрелить Если оно висит на стене А аккумуляторы должны Не не взорваться Как кто-то там Аккумуляторы должны Найти Найти своих Счастливых владельцев Да Если они стоят Здесь на этой сцене Поэтому Поэтому Дальше ваш текст Ну я думаю Что наверное Зрители пусть оценят Зрители Конечно Кто выберет Четвертый приз Симпатия зрителей Четвертый приз А остальные три Первое, второе, третье место Друзья Первое, второе, третье место Соответственно У нас сложилась Вот такая маленькая дилемма Симпатичная Симпатичная малышка Приехала сюда без аккумулятора Сюда без аккумулятора Это Фиат Тополина Это Фиат Тополина Где Где Фиат Тополина? Будем дарить ее На принципе Фиат Тополина Вот он Вот он симпатичный Фиат У нас сложилась дилемма Либо Либо по Кроме ваших аплодисментов Тот, кто вам реально больше понравился Получит вот этот аккумулятор Либо Если Подаем его тому Кому действительно он нужен Если наша уважаемая Абсолютно бескомпромиссная Неподкупная Жюри В количестве тысяч зрителей Которые стоят здесь Возле сцены Если мы решим Что Фиат Тополина Без энергии Достоин этой энергии То да Если нет Будем голосовать аплодисментами Ну что Фиат Тополина Единогласно Единогласно Теперь Теперь Господин Мусарин Наверное Был бы доволен Чтобы так мирно Все решилось Что не пришлось стрелять Это теперь Ваши И ваши аплодисменты Громкие Бурные Долгие Большое памятное фото Спасибо всем Сейчас здесь будет море рукопожатия Море благодарности Спасибо еще раз Нашему уважаемому жюри Спасибо Организаторам Спасибо дяде Фаре Дмитрий Артоль Здесь Спасибо Спасибо Эти рукопожатия Наверное Лучшее Лучшее Что можно себе представить Тут это еще не все Друзья Это еще не все Это еще не все Ни кто не получил грамоты Значит По какой-то причине У вас нет регистрации Вы мне сообщите Напишите И мы вам запечатаем грамоты Нас В течение недели Спасибо И вот очаровательная девушка Тоже ученица Велоретро-выставки Своими собственными руками Раскрасила Свой собственный Двухколесный велосипед Вот так же ярко Как эта замечательная девушка Цвета Цвета солнышка Езжай сюда Сегодня здесь было мало И тесно Можем встретиться В следующие выходные Во Львове На Леополис Гран-при А кого этого будет мало Можем встретиться В следующие выходные В Каменце-Подольском На Ретро-Фесте Так что Лето только начинается Жизнь начинается А осень Мы будем закрывать сезон Ралли Старая карта До встречи Спасибо всем Это вот Харьковский Ретро-Слёд Played in USA Мы не вращаемся Мы говорим Пока